Тот Говард, да твою мать! Чтоб завтра уже Modern Warfare 10 был у меня на столе! It's Software Black Ops 8 сдали в срок! Всё, халява закончилась, все дружно делаем Call of Duty! А Сталкер 2 выходит! Фил Спенсер, Сталкер 2 выходит, танцуйте! Что выходит? Ну, супер атмосферный шутик в декорациях зоны отчуждения Чернобыльской АЭС Проект, который продвинет Xbox Game Pass на невиданные высоты! Что продвинет? Ну, ваш этот подписочный сервис Netflix для игр! Так мы его закрыли давно! Ну, значит, продвинет консоли Xbox Series на новые высоты! Так мы от них уже отказались! И вообще, Сталкер 2, я что-то не помню такой проект! Вы обязаны помнить про Сталкер 2! Почему? Потому что это игра, сделанная в Украине! Где? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные новости прошедшей недели! И, естественно, самой важной новостью прошедшей недели стал очередной перенос Сталкер 2! Вполне ожидаемый! Тут, как интересно, совпало! Дело в том, что примерно неделю назад Миша говорил мне в частном разговоре, «Виталий, что-то нет новостей по Сталкеру 2!» Вот посмотри! Есть «Спаси Марину 2», который выходит так даже, когда и Сталкер 2! 5 сентября! Ну и плюс нищебродское издание будет, но кто этих нищебродов слушает? Так вот, есть нормальное издание для реальных пацанов, делюксовое, которое выходит конкретно 5 сентября! И, смотри, есть рекламные материалы, есть трейлеры, есть интервью с разработчиками, ведется какая-то активность! Уже даже слив был, который добавил, наоборот, уверенности в жизнеспособность данного продукта! А по Сталкеру что-то вообще ничего нет! Не трейлера, там какие-то мутные скриншотики мелькали и все! Никаких данных от релиза игры! Вот сейчас уже у нас конец июля, потом будет август и вот уже релиз игры! Ну должна быть какая-то промо-активность! Ну и Миша говорит такой, Виталя, а давай запишем ролик, что разработчики Сталкера, скорее всего, перенесут игру! И мы не успели записать этот ролик, как игру перенесли! Там все складывалось забавно! По сети пробежала информация, что, мол, 25 июля появится новый трейлер Сталкера 2-го и, возможно, даже превью материалы! В сеть просочились и фотографии с презентацией Сталкера 2-го, по-моему, в Китае! Я на это посмотрел, думаю, о, ну, внезапно раскрутится рекламная кампания, прям к 5 сентября, подождем 25 июля, там посмотрим, оценим показанные нам материалы и, в общем-то, все увидим! Потому что до 25 июля, да, какой-то рекламной активности не было! Там были ролики с каким-то человеком, ну, с которого записывали захват движений, были, ну, ролики с музыкальными композициями, было две картинки с демонстрацией слепого персонажа, который при виде ситуации с переносами Сталкера сказал, «Я слепой, но я вижу, что ты уел!» То есть такая вот рекламная активность была. И, естественно, да, очевидно было, что проект, если и ведут к релизу, то как-то очень странно. Потому что, что такое адекватный путь к релизу, да, Виталик уже назвал Space Marine 2. И вот наступает 25 июля. Я жду превью материала в полноценный трейлер, и GSC Game World меня нисколько не разочаровывает и сообщает о том, что релиз Сталкер 2 переносится с 5 сентября на 20 ноября. И ситуация эта уже комичная, честно говоря. Потому что совсем недавно они публиковали трейлер «Финальная дата релиза». Окончательная дата релиза. 5 сентября. Все, пацаны, переносов больше не будет. Да, мы обещали, что игра выйдет 22-го, потом 23-го, потом в начале 24-го, потом в конце 24-го. Ну, сейчас еще разок перенесем. Понять и простить. Но вы до этого говорили, что это финальная дата релиза. То есть, вашим словам, вообще доверять нельзя, а получается? Ну, получается так. При том, что когда мы говорили в свое время, что Сталкер не выйдет в 23-м, что, скорее всего, выйдет в 24-м, а оптимистичная дата релиза – это 25-е, нас сами ребята из GSC Game World обвинили в том, что мы лжицы. Ну и теперь кто вы, господа соврамши? Когда, кстати, выйдет Сталкер 2-й? Точно мы не знаем, потому что 20-е ноября легко может превратиться в следующее, там, в 10-е декабря и так далее. Я отмечу отдельно, дорогие друзья. Дело в том, что появились защитники, которые начинают говорить, ну, разработчики-то в тяжелых условиях. Во-первых, игра должна была выйти в начале 22-го года. Напоминал, напоминаю и напоминать буду. Более того, предзаказы начали принимать середины 21-го года. У нас 21-й год принимали предзаказ, 22-й, 23-й и вот уже до конца 24-го года. То есть, когда представители GSC Game World говорили в 21-м году, что игра, зуб даем, выйдем, в начале 22-го, они что, врали корпорации Microsoft? То есть, тогда у них реально не было никакой игры? Ну, наверное, получается, что так. И плюс к этому Евгений Григорович, брат Сергея Григоровича, в интервью отдельно говорил, что когда все началось в начале 22-го года, на Украине они релацировали всю команду. Виталик, когда мы говорим про дату выхода «Сталкера 2» и начало всем известных событий, всегда стоит напоминать, что релиз «Сталкера 2» изначально был запланирован на конец апреля 22-го года, а все это началось 24-го февраля 22-го года. То есть, март-апрель два месяца отделяет начало СВО и первую дату выхода «Сталкера». За два месяца до релиза игры обычно такие крупные проекты уже отправляются на золото, и начинается полноценная рекламная кампания. Еще раз, Space Marine 2 ролик на Summer Game Fest постановочный, кадры игрового процесса в течение недели постоянно появляются, разработчики активно раздают интервью. Не бывает такого, что игра вот через два месяца выходит, а потом два года ее нахрен переносит. Уже, да, пошел же уже третий год переносов «Сталкера 2-го». То есть, с апреля 22-го по апрель 23-го, и с апреля 23-го по апрель 24-го. Теперь официальная дата релиза «Сталкера 2-го» — это 20 ноября 24-го года. Может быть, не последняя, потому что разработчики были вынуждены указать конкретную дату только лишь из-за того, чтобы их снова не сняли с полок продаж на Иксбоксе, где открыты предзаказы. А Иксбокс не может открывать предзаказы, если нет конкретной даты выхода. А если игру перенесут немного дольше, а здесь и так получается сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть еще три месяца разработчики себе выторговали. Но, тем не менее, если они и тогда не успеют, они снова немного сдвинут, чтобы доводить игру до ума. Я очень надеюсь, что они смогут довести эту игру до ума. Я очень надеюсь, что все это не из-за того, что игра в кошмарном состоянии уровня ZD и Bifo. Я все-таки надеюсь, что там они готовят, ну, более-менее вменяемый проект для того, чтобы, ну, просто они позиционировали «Сталкер 2» как национальный продукт, но чтобы не опозориться, извините, по полной программе, потому что сейчас на них лежит огромная ответственность. То есть, если у них все получится, замечательно. Игра не продается официально в России и Беларуси, но разработчики решили, что игра обязательно должна появиться в магазине GOG, а там нет цифровой защиты. Соответственно, ну, вы понимаете, где игра появится в первый же день после релиза. Я, кстати, рад этой новости о переносе «Сталкера 2», очередном переносе «Сталкера 2» какой-то по счету. Шестой, десятый, да, кто уже их считает. Потому что конец августа, начало сентября – это такой горячий период, когда выходит сразу несколько интересных мне проектов, включая Space Marine 2, Астробот, ну и в конце августа Star Wars Outlaws появится. Я в это окунусь тоже. А ноябрь пока не то чтобы сильно завет. Assassin's Creed Shadows. Ну, пока все. А Эваут, когда должен выйти. Пока нет даты выхода. Да, а Индиана Джонс. Тоже нет даты выхода. А Dragon Age The Wild Guard. Тоже нет даты выхода, но проект ведут к релизу, это заметно. Еще там Kingdom Come Deliverance 2 когда-то появится. Да, тоже в 24-м году. Да, поэтому я и подчеркиваю, что пока ноябрь не сильно занят, потому что, да, там есть Assassin's Creed Shadows, есть что-то от Nintendo, есть ремейк Dragon Quest'а третьего, но из таких именно серьезных масштабных релизов там есть Assassin's Creed Shadows и, в общем-то, на данный момент все. Может, ноябрь займут, и тогда GSC Game World придется придумывать еще один рофель на 45 секунд, чтобы оправдать очередной перенос сталкера. Да, разработчики опубликовали ролик на 45 секунд, и типа, что? Опять перенос? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О веселье ситуации добавляет то, что когда игру нам презентовали в 21-м году, ну, показали первый, это трейлер Огненный на русском, еще на русском языке, тогда разработчики говорили, ну, во-первых, это Xbox-эксклюзив, пусть и на время, но тем не менее, игра появится в геймпассе, она до сих пор в геймпассе, с тех пор утекло много воды, компания Microsoft уже не делает большую ставку ни на геймпасс, ни на Xbox, вполне вероятно, если игра еще немного задержится, то повторится ситуация, как в нашем скетче, когда игра выйдет в каком-то сервисе на никому не нужной консоли, причем она будет консольным эксклюзивом консоли аутсайдера очевидного. Ну, зато, зато будет в Гоге, и все желающие спокойно и бесплатно смогут в Сталкер 2 поиграть. Или по геймпассу, да. Или по геймпассу. В общем, мы не отказываемся от своих слов, что с нетерпением ждем релиз Сталкера 2. Веселье будет безумное. Я, конечно, все еще мечтаю получить интересную игру, но что-то мне подсказывает, я получу немало интересных скандалов. Ну и напоследок в этой теме в августе 12-го числа нам обещают показать прохождение какого-то квеста и рассказать, собственно, а что такое Сталкер 2. Ждем с нетерпением. Ну, а если вам хочется поиграть во что-то типа Сталкера, вам уже надоели моды к первому Сталкеру, вам уже не хочется просто выживать в этой аномалии, вам не хочется проходить Тру Сталкер, вам хочется чего-то, ну, не свежего, но чего-то многопользовательского, то напоминаем, что уже 10 лет исполнилось российской игре под названием Сталкрафт, которая сейчас называется Сталкрафт X. И это не рекламная интеграция, как некоторые могут подумать. Дело в том, что мы тут в нее поиграли после многочисленных изменений, которые довели игру до ума. Мы обратили внимание, что, во-первых, подскочил пиком онлайн игроков с теми 20 тысяч для 10-летней игры. Это прям достижение, ребята, молодцы. Ну и плюс к этому отзывы положительные, люди с удовольствием играют. И, естественно, это Сталкер только квадратный, только многопользовательский. Мы на стриме побегали 2 часа. Я получал до поры до времени от игры удовольствие, пока не столкнулся с этой самой ее многопользовательской частью. И, к сожалению, этой многопользовательской частью оказался пользователь под ником Арутян Наебян, который меня застрим снайпил, который меня убил, который меня унижал. В итоге я игру альтабнул, блин, все, идите нафиг, блин. Еще один Escape from Tarkov. Очередная боль, только без вазелина. А мне и так сидеть больно, блин. Ничего, в Сталкер 2 на релизе мультиплеера не будет. Кстати, мы забыли, что для Сталкера 2 заявлен мультиплеер, и ты сможешь спокойно поиграть без всех этих нарутянов. Ну а вы можете пока поиграть в Сталкера в X. Возможно, эта игра вас затянет так, что вы не обратите внимания вообще на выход Сталкера 2. Ну и переходим к делам нашим насущным. Че там в России? А в России дела неспокойны, потому что все сильнее замедляют Ютуб. И более того, наконец-то поступила более-менее официальная информация от депутата Хинштейна, который заявил, что да, замедления такие есть, и замедление будет продолжаться, пока Ютуб не усвоит урок. Пока Ютуб не прислушается к рекомендациям Роскомнадзора, пока Ютуб не разбанит тех блогеров, которых он забанил. И если Ютуб не будет прислушиваться к данным рекомендациям, не пойдет на переговоры, тогда его будут замедлять все сильнее и сильнее и сильнее. Для того, чтобы люди переходили на какой-нибудь ВК-видео. Кстати, друзья, подписывайтесь на нас в ВК-видео, если не хотите смотреть эти ролики на Ютубе в качестве 144p. И вот что сказал Александр Хинштейн. Деградация Ютуб – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. А так быть не должно. А так быть не должно. Ну вы понимаете, это не против граждан, это против руководства от создателей санкций, это не против простых граждан России, это против руководства. Не, ну Миша, в данном случае ерничание – это такое себе, потому что в данном случае есть компания, которая нарушает закон, и такие компании, как правило, заносятся в черный список. Есть уже некоторые социальные сети, которые отлетели далеко и надолго, и без помощи всяких шаманских сервисов к ним не подключиться. Тем не менее, здесь мы имеем следующую картину. Твич, если к нему поступает запрос от Роскомнадзора, забаньте вот таких вот таких-то, идет навстречу и банит кого надо. Нюанс заключается в том, что да, Твич активно банит, но банит нелегальные казики. Но, с другой стороны, Твич идет на контакт с Роскомнадзором, и видно, что готов работать в определенных рамках, но готов работать. Ютуб, насколько я понимаю, просто идет своей дорогой, и особо контактировать не собирается. И банит кого попало. Здесь у меня вопросы к формулировкам. То есть, я с тобой согласен. Я не очень понимаю вот эту вот формулировку. Ну, да ладно, понятное дело, зачем такие формулировки создаются. Комментировать, на самом деле, такое только портить. И сейчас мы находимся, ну, пользователи из России. Мы-то в Беларуси, у нас Ютуб не забанен. У нас-то и другие соцсети тоже не забанены, включая соцсеть Илона нашего Маска. Так вот, пользователи из России оказываются в такой грустной ситуации. У нас даже ТикТок не забанен. Ух ты, елы-палы. И оранжевый Ютуб тоже работает. Кладезь ценной информации и жопок. Оранжевый Ютуб у нас, по-моему, забанен как раз-таки. Какой-то из этих сайтов, короче, у нас забанен, на который я не хожу и поэтому не знаю. Так вот, насчет Ютуба. Сейчас сложилась такая грустная ситуация, когда между Ютубом и российскими властями происходит обмен любезностями. Разбаньте, не разбаним, разбаньте, не разбаним. За Газманова и Шамана и Двор стреляем в упор. И, естественно, идет давление на Ютуб. И российские власти в ближайшее время, как мне кажется, вряд ли будут включать заднюю. Будет это давление только нарастать. Пока заявлено замедление на десктопах, там, 40% до 70%. Уже бегают слухи о принятии решения о полной блокировке Ютуба где-то в октябре, если подвижек со стороны Ютуба не будет, насколько я понимаю. В общем, дело ясное, что либо надо что-то мутить, ну, либо искать альтернативу. В любом случае, когда мы проводили наши стримы на Ютубе, пользователи жаловались, что ой-ой-ой, стало плохо смотреть. Мы провели голосование, 20% наших зрителей сказало, что все, проблема с Ютубом невозможна. 144пи, там, или 240пи. Ну, то есть, качество просто чудовищное. И в итоге нам пришлось реанимировать свой канал на Твиче и активизировать канал на ВК Плей Лайф. Пожалуйста, кто хочет, может нас одновременно смотреть и там, и там, а видео будем выкладывать параллельно и на ВК-видео. Главное, что от Ютуба мы не отказываемся. Дальше будем продолжать выкладывать и там, и там. Просто это добавило нам еще немного больше геморроя. Куда уж больше, сказал Виталик. Спасибо, Александр Кинштейн. Столько геморроя Виталику не надо. Продолжение цитаты. Не случайно для приведения в чувство Ютуб выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для входа в интернет именно мобильными устройствами. То есть, пока за мобилки еще не взялись. Пока. Деградация Ютуб их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки, такие как Рутуб, ВК-видео, развиваются сейчас более чем активно. И вот я здесь очень хочу надеяться на то, что российские площадки действительно будут развиваться более чем активно. У меня большая просьба, пожалуйста. Вот есть ВК-видео, есть ВК-плей лайф, есть дзен, блин. Это видеосервисы, где-то там можно проводить трансляции, где-то можно выкладывать видео. Здесь я не обращаюсь конкретно, давайте сделаем один вот такой вот сервис убийцу Ютуб. Нет, я хочу, чтобы хотя бы в рамках одной компании не было этой долбанной странной конкуренции, чтобы появился один монолитный сервис, где есть все. Потому что, когда мы начали стримить через ВК-плей лайф, внезапно появились люди, которые говорили, а постримьте, пожалуйста, еще и на ВК-видео. Ты такой, господио. Так это ж вроде одна платформа. А я и не знал, что они оказываются разные, прикиньте. Бэт Комедиан, да, активно жалуется на то, что с ВК-видео очень сложно работать. И, в принципе, мне ему не верить не получается. То есть, да, предстоит еще немало... То есть, одна компания, три разных сервиса... А еще ж есть Рутуб, еще есть платформа недавно анонсированная. Это что вообще? Это что за гидра, которая сама себя активно кусает за попу всеми своими головами? Это глупость. Ну, как мы когда-то шутили, королевская битва. Да, 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 да. И активно сжимающееся, блин, кольцо с геморроем. Простите. Не надо про кольцо, пожалуйста. И про геморрой тоже не надо, Виталя, я понял. То есть, с одной стороны, окей, вы там приняли принципиальное решение бодаться с Ютубом. Ну, так сделайте хотя бы так, чтобы простые граждане чуть меньше страдали от всего этого. И так у них будут неприятности, связанные с проблемами с Ютубом. Потому что, повторяю и буду повторять, против аргумента, что на Ютубе огромное количество образовательного и познавательного контента на всех языках, у вас, блокировщики Ютуба, контр-аргумента пока еще нет. Ну, кроме того, что там Шамана и Газманова обижают. Это такой себе контр-аргумент. Поэтому предстоит действительно много работы. И я очень хочу надеяться... Да, я здесь выгляжу как такой наивный дурачок, но побуду... Так обычно. Ну, да, некоторое время побуду еще и наивным дурачком не только в плане ожидания игр, но и в этом вопросе. Так вот, я надеюсь, что в условиях блокировки Ютуба... Не блокировки, а замедления. Замедления, прошу прощения. Песков, кстати, не соврал. Он говорил, что блокировать вроде не собираются. Про замедление речи не шло. Так вот, я надеюсь, что в условиях деградации Ютуба российские сервисы именно, что будут активно развиваться. А не перейдут в режимы, куда вы денетесь. Ну, а теперь касательно игр, печальная новость. Российский шутер Владик Брутал заметили на Западе и отменяют за происхождение разработчика и пропаганду коммунизма. Здесь я отмечу следующее. Да, новость о том, что такой шутер выйдет, появилась на сайте DSO Gaming. Хороший игровой сайт, там публикуют нормальные новости. В том числе, мол, ребята, посмотрите, олдовый шутер в стиле Дума, в стиле Half-Life, в стиле Эфир. Блин, круто! Давайте все вместе ждать. Появились в комментариях сразу очевидные люди с очевидными претензиями. А что вы эту игру ждете, если ее сделал человек из России, который говорит на русском языке? Надо, наоборот, этого разработчика травить по полной программе. Естественно, людям, я предполагаю, из какой страны они пишут вот это вот все, естественно, этим людям другие люди напихали в ответ, опять же, на английском языке, потому что эти претензии, извините, безосновательны. Там, извините, люди не до конца понимают, как можно преследовать человека за его родной язык и за место его проживания. Но, тем не менее, подключаются очевидные активисты и начинают преследовать уже эту игру на разных иностранных площадках. Ситуация комичная. Продолжайте. Чем больше известности получит Владик Брутал, тем лучше. Понимания вы на Западе не найдете никогда с такими странными заявлениями. Напоминаем, что Владик Брутал выходит уже 9 августа, и некоторые посчитали, что это не очень удачная дата выхода. Ой, почему? Там что-то Devolver Digital выпускает. Кому не пофиг на трешатину Devolver Digital. Она выпускает какой-то Дом 2, по-моему. Там конкретно. Ратужный просто домозг. Крашхаус, Крашхаус. Ну да, это вот этот вот Дом 2. Ну, хорошо. Кстати, в Крашхаус можно будет потыкать. Хотя вряд ли можно будет потыкать. Там это могут быть проблемы с российским законодательством. Еще одна печальная новость. Похоже, из-за CD Projekt Red россиянам запретили покупать новый контент для Guilty Gear Strive. Коллапс с поляками обернулся пиар-проблемами. А там появилась девочка из аниме Киберпанк. Вот это вот. И все. И вот этот вот боевой пропуск, где есть эта девочка, недоступен для продажи в России. При том, что вся игра и предыдущие боевые пропуски вполне себе доступны. И тут, блин, Бобр Курова пришел и что-то там напердолил. Ну так права на вселенную Киберпанк имеют отношение к CD Projekt Red. CD Projekt Red официально не работает на территории. Ну могли бы не заметить. Не могут, возможно, что-то там кто-то там на кого-то надавил, кто-то там нашел особую точечку и случился... Да, не дай бог эти русские своими немытыми руками нашу богоподобную героиню трогать будут. Но это смешно уже просто. Ну, с одной стороны смешно, с другой стороны CD Projekt Red опять же подчиняется определенным правилам, определенным законам. Польское правительство, которое финансово поддерживает CD Projekt Red, там тоже тот еще гадюшник. И веселый жаба-гадюкинг. И в результате этого, да, жаба-гадюкинга, обладатели Gilti Gear Strife из России не могут получить доступ к дополнительному контенту. А могли просто не влазить в эту политику? Могли. Есть польские, кстати, издатели, которые спокойно продают свои игры в российскую семью. А их, вероятно, польское правительство не субсидирует. Они независимые. Поэтому, да. То есть CD Projekt Red не независимая компания, оказывается. Ну, она не, знаешь, как бы, ну вот смотри, вот за 300 бакс у тебя вот как бы в известном месте. То есть тело вроде твое независимо, а двигаться ты будешь так, как эта рука скажет. Хватит шуфрачку, пожалуйста. Следующая новость. В Сбер вернули пополнение Steam в рублях. Замечательно. Если это пополнение все еще работает, значит работать будет и дальше. Значит все обходные пути найдены. Отлично. Пользователи из России смогут нормально, ну более-менее нормально покупать игры в российском Steam без необходимости куда-то там переезжать. Ну, где-то до завтра, пока этот вариант опять не забанят. Не, во многих других банках тоже вроде как можно уже там пополнять Steam. В общем, какое-то решение все-таки найдено. До завтра. Габен пока все делает правильно. Пока. Главное слово этого выпуска. Еще одна интересная новость. Бодикам хоррор про чудовищных зверушек из зоопарка Зоохозец выйдет в сентябре. А это кипрская игровая компания. А Кипр, как известно, наш. Еще в сентябре выйдет проект Iron Meat. Это контра. Тоже хорошо. Тоже он выйдет в конце сентября. Правда толку с этих новостей 0,0 десятых. Потому что 23 сентября выходит Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Точка. Конец предложения. Кому не пофиг на Зельду. Не, я понимаю, что Нинтендо делает великолепные игры. В них играют люди. Но это все, как это принято называть, агуша гейминг. Естественно, Миша будет играть радоваться. Я буду играть радоваться. А люди будут смотреть на нас, как мы играем и радуемся. И крутить пальцем у висков. Потому что, ну, ребят, сколько вам лет? Виталик будет играть в Зоохозис. И наслаждаться вот этой вот мутировавшей задницей жирафа, по-моему. Блин. Зебры. Зебры. Хорошо. Мутировавшей задницей зебры. Следующая новость. Инди-хит. Альтушка для Скуфа. Получил коллекционное издание Lootbox. Покупатели получат шанс найти ценные подарки. Такие игры явно трешевого содержания. Но, тем не менее, вот. Руссы против ящеров получили, кстати, отличное коллекционное издание. Прям реально отличное коллекционное издание. Которое не грех тому на полочку поставить. Альтушка для Скуфа получила отличное коллекционное издание. Ну, одно из шести видов коллекционного издания манги в твердом переплете. Одна из шести полароид открыток. Один из шести брелков. Шанс найти один из шести золотых билетов на получение Дакимакуры. Что такое Дакимакура? Я вам потом покажу. Это такая подушка, обнимашка. У меня такая есть. Кстати, фигня полная. Обниматься с ней не прикольно. Лучше тащите в кровать живую женщину. А вот в этом коллекционном издании есть телефон альтушки какой-нибудь? Нет. Который тебе ответит на свиданку. Я не знаю. Вот, кстати, вот это коллекционное издание в формате лутбокса. Когда ты получаешь возможно что-то выиграть. Очевидно, как киндер сюрприз. То есть люди будут в итоге пытаться там все собрать. Ну, забавная идея, кстати. Ну, появится, да, обмен там вот это вот. А эпические какие-то открывки там будут интересны? А вот если бы там были телефоны альтушек. Можно было бы организовать свингер-клуб альтушек. Миша, телефоны альтушек элементарно находятся в два клика. Да, где? Я тебе потом покажу. Следующая новость удивительная. Как говорится, а мы же говорили. На ПК в Steam вышел аналог Escape from Tarkov с аномалиями и артефактами. Project Loot или Elite или Elite, как они его называют. В общем, максимально всратое название. Получает смешанные отзывы и ее сравнивают с The Day Before. Прикол в чем? 1 марта 24 года нам на глаза попался трейлер этой игры. Который выглядел, ну, прям дорого, богато. Такой вот Escape from Tarkov здорового человека. Когда вот уже и движок классный, эффекты приятные. Ну, мы такие подумали. О, еще один убийца Escape from Tarkov, который имеет шансы за что-то там побороться. Вон, китайцы делают Escape from Tarkov. Есть какая-то игра от Чехов, там, Greyzone. И вот еще одна игра от каких-то загадочных американцев. Или не американцев, подумали мы и начали копать. Потому что игра, действие ее разворачивается в постсоветском сеттинге. То есть уже, мягко говоря, намек. Ну и, естественно, в итоге это нас привело к тому, что там работает ветеран игровой индустрии. Там Wargaming, там вот это вот все. Которые успели поработать где только угодно. Но, к сожалению, конкретных имен очень мало. Новообразованная студия. Только прикол в том, что за этой студией стоит некий Сергей Титов. А некий Сергей Титов это человек, за которым стоит огромное количество всяких скамовых, мусорных проектов. Которые выпускаются только для того, чтобы на релизе срубить хоть какого-то бабла. То есть это изначально мусорный проект, который выезжает за счет своего имени. Например, The War Z. Ну, то есть не World War Z. А вдруг люди там ошибутся, там, кликнут, там, купят случайненько. Вот, тебе копеечка и все. Или, например, проект Burst Fire. Это калька Rainbow Six Siege. Wild West Online. Red Dead Online. Ну и так далее. Last Man Standing. Клон PUBG. В общем, хватает таких вот проектов-однодневок. Задача которых привлечь людей эффектным роликом. Выйти, представлять собой очевидное надувательство. И кануть где-то там в лету рядом с The Day Before. И вот Project Loot появилась в сервисе Steam. Сейчас у проекта в основном негативные пользовательские отзывы. Люди отмечают, что в игре есть только одна мелкая карта. Искусственный интеллект слишком меткий. Играть в это толком невозможно. В общем, очевидное надувательство. Техническое исполнение отстойное. Стрельба не чувствуется. Да. В общем, такое ощущение, что этот проект по-быстрому собрали из всяких ассетов. Для того, чтобы по-быстрому выпустить фикку Arena Breakout Infinite. Или, допустим, там Grey Zone Warfare. Или там Escape from Tarkov. Когда он там наконец-то доползет, доберется до версии 1.0. У меня есть ощущение, что вот этот Project Loot, возможно, пытались выпустить. Как раз, когда случился скандал с Escape from Tarkov. Когда вот люди были недовольны. Когда PvE-режим был эксклюзивом супернового дорогого издания. Но не успели. И сейчас, кстати, Project Loot крайне мало людей привлек. И люди в комментариях пишут, что это буквально The Day Before 2. Есть уже показательный пример. Зажигательный трейлер. Отстойная реализация на старте. Пиковый онлайн минимальный. Катится в бездну. Рассматривать этот продукт, я думаю, уже смысла никакого не имеет. Тут прикольно что? Прикольно то, что разработчики начали продавать эту игру задолго до релиза. Когда они представили ее 1 марта, они открыли предзаказы. Причем предзаказы разных уровней. И там 25 долларов, там 40 долларов, 60, 90 долларов. Разные там бонусы. В Стиме тогда еще игры не было. Соответственно, комментариев каких-то ты делать не можешь. Обсуждать эту игру ты тоже нигде толком не можешь. Но там вот бонусы. Вот это премиальное издание. Ты получаешь доступ к альфа-версии. Покупаешь это. Доступ к бета-версии. Ты покупаешь вот это издание, получаешь россыпь всяких там бонусов внутриигровых. То есть, ты такой, ага-ага. То есть, вот таким вот образом сыграть на любопытстве. Для того, чтобы затащить людей. Кстати, они проводили и альфа-тесты, и бета-тесты. То есть, люди, блин, покупали это. Между кем они проводили это. Между покупателями, я так понимаю. Или они засылали ключи всяким инфлюенсерам, которые упрямо делали вид, что им весело. Потому что стримеры, к сожалению, и зачастую далеко не самые честные люди, когда дело касается их мнения. Им засылают игру не только код, но в том числе и определенная сумма. Потому что тариф нужно отрабатывать. Но дело в том, что стример не может просто так брать и стримить какую-то игру. Ну, они ж не AXBT Games. У стримера время дорогое. У стримера много разных проектов. Вот, для того, чтобы чаша весов склонилась в вашу сторону, нужно стримеру занести. Причем суммы у стримеров порой космические. Просто космические. Не просто так, слушай, они зарабатывают там какие-то миллионы долларов. А то и десятки. Да, но не суть. Кстати, подписывайтесь на нас на Twitch, VK Play Live и так далее, и так далее. То есть, мы стримы проводим абсолютно честно непредвзято. Естественно. Потом, когда прошли все эти стадии альфа и бета-тестов, игра наконец-то там, страничка появилась в Симе. Наконец-то игра начала продаваться в Симе. Люди начали ее пробовать. Я вернулся опять на официальный сайт. Увидел, что они, оказывается, и условия слегка подкорректировали. Список бонусов. Ага. Цены слегка там подкорректировали. Естественно, накрутив их немного выше. Очень, очень мутные ребята. Поэтому, дорогие друзья, не поддавайтесь. Не ведитесь на красивые картинки, на красивые ролики. Это показательный пример, что далеко не всегда это оказывается хорошим проектом. А, еще один прикол. Игра сделана русскими. Это очевидно. То есть, все эти ветераны, они прямиком скипра, так сказать. Да, и в Лос-Анджелес переехали. Но игра не поддерживает русский язык. При этом действует в постсоветском сеттинге. Мо-ло-ци-уки. Следующая новость. А вот здесь интересно. Выживание в гигах Рущёвке получила демоверсию в Steam. Новая игра в сеттинге самосборы. И те из вас, кто не знает, что это за сеттинг, что это за гигах Рущёвка, наверное, смотрят на демонстрируемые трейлеры, такие думают, чё? Ну, это Clone Little Company. Это Clone Little Company. Игра называется по-английски Клетка. По-русски она называется Клеть. И она от создателей нашей дорогой Кужлёвки. То есть, ребята посмотрели на Little Company. Они такие, о, а мы можем так же. Тем более, что есть сеттинг самосбор, который, оказывается, развивается уже где-то 6 лет. Этот сеттинг зародился на 2Ч. Это такой продукт коллективного творчества, когда люди начали изобретать какую-то интересную вселенную. Действие, которое разворачивается в гигах Рущёвке, у которой нет ни начала, ни конца. В которой есть какой-то самосбор. То есть, это неопознанное явление, которое накатывает на определенные этажи. И выживших после этого нет, к сожалению. В этой гигах Рущёвке куча всяких аномалий. Есть ликвидаторы, которые ликвидируют последствия самосборов. У ликвидаторов сумасшедшая смертность. Там, когда самосбор проходит 3 раза, отсеиваются 90%. То есть, остается только 10%. Остальные куда-то там отлетают. В общем, есть даже книги по самосбору. Я нашел, да, на Литресе. Они, оказывается, продаются. Самосбор. Легенды гигах Рущёвки. Самосбор. Бетонное сердце. И просто самосбор. Там за авторством нескольких людей. Вселенная развивается уже и за пределами 2Ч. Отлично. Мне это интересно. Я с удовольствием почитаю, кстати, эти книги для начала. Перед тем, как играть в эту игру. Ну а те люди, которые хотят познакомиться, так сказать, с нашей Little Company. С такой же всратой графикой. Добро пожаловать. Кооперативная демоверсия доступна в Стиме. Ещё одна новость. Warhammer 40k Space Marine 2. Это лучший экшен 24-го года. Об этом заявил не абы кто, а сотрудник Saber Interactive. Причём не абы кто, а Тим Виллис. Это человек, если что, занимал один из руководящих постов в id Software, создатели того самого Doom. Потом ему стало грустно. Он ушёл в куда более перспективную компанию Saber Interactive. Ты сейчас всем рассказываешь, что это лучший экшен 24-го года. А сомнений в этом ни у кого и нет. Охотно верим Тиму Виллису. Кстати, продюсеру Rage 2. И Quake Champions. Следующая новость. О, сейчас будет огонь, друзья. Мы поддерживаем независимых разработчиков. Мы публикуем новости об их играх в нашем телеграм-канале. Наши игры. Кстати, там есть специальный бот. Независимые разработчики могут присылать свои заявки. И если игра, ну, более-менее похожа на игровой продукт, мы публикуем информацию о данной игре. Люди лайкают, комментируют. Разработчики там появляются, могут общаться с будущей, вероятно, аудиторией. Игры, которые появляются в телеграм-канале, наши игры получают сразу неплохой буст виш-листов. Поэтому добро пожаловать. Но есть и отрицательные примеры. Есть разработчики, которые нас не любят. А не любят они нас, потому что мы посмели год назад над ними слегка так посмеяться. Это разработчики Oda of Renewal. Год назад они нам присылали трейлер. Этот трейлер не стал участником нашего шоу Наши игры. Кстати, шоу Наши игры сейчас находится в активной подготовительной фазе. И могут быть запущены в любой момент. Так что следите за обновлениями. Так вот, когда они нам показали игровой процесс, я такой... Ну, анимации, ну, как это коряво все. В общем, когда мы показывали этот трейлер в рамках стрима, уже после шоу, так сказать, пост-шоу, игры, которые не вошли. Ну, мы там... Потекали. Поулыбались. Разработчики это не оценили. Прислали там соответствующие сообщения. Молодите вы там, нет, никогда с вами больше дела иметь не будем. И все такое. Но, тем не менее, они молодцы. Они не остановились на достигнутом. Они работали над игрой. Выпустили максимально эпичный трейлер. От эпичности которого сводят скулы. Запустили игру в стиме. Эту игру можно тоже добавлять в желаемое. Ну, и желаем, естественно, разработчикам успеха. Потому что анимацию они не поправили. Но там прикол в том, что там анимации привязаны к движениям мышки. То есть, это какой-то симулятор боя. Где ты контролируешь каждый удар. Все это физически достоверно. И внешне выглядит так коряво. Но именно потому, что вроде как, по словам разработчикам. Лучше с такой механикой сделать просто нельзя. Ну, надеемся, что у разработчиков все получится. Да. Ну, а мы продолжим внимательно следить за этой игрой. Так же, как и убеги от меня, Александра. Она же, догони меня, Металлик. Да. Кстати, где она? Ее что-то обещали чуть ли не в мае выпустить. В июне демка там должна была быть. Что происходит с проектом? Как сталкив переносит, да? Я не буду пока ничего комментировать. Мне интересно будет посмотреть стриму вечернего Тохи. Это такой блогер, если что, отличный. После его четырехчасового разоблачения Дарьи Островской, разработчики с ним связались и сказали, «Да мне надо поговорить, игра существует, все нормально, давай, мы тебе приведем доказательства». Лучшим доказательством, кстати, является, что правильно, демка игры, которую обещали выпустить, по-моему, еще в мае. Ну, подождем демку. Может, это модель. Подождем стрим. Может, модель злодея доделывают. Добавляют ему какие-то вещи. Так, стрим должен пройти вроде как 2 августа. Будем посмотреть. А следующие новости касаются Microsoft и компаний, связанных с этой корпорацией. Blizzard! Что происходит с Blizzard? Такое ощущение, что кто-то получил оздоровительную звездюлину. Ну, мы уже говорили, вот смотрите, классный герой для Overwatch 2. Вот, посмотрите, классный герой для Diablo 4. И внезапно Blizzard рассказала о духохранителях, наследника духов Diablo 4, Vessel of Hatred. И самое-то занимательное, как это было подано. Дело в том, что несколько лет назад, вот это, мы уже начали замечать, что подача материалов у разработчиков какая-то слишком гнилая. Вот такая корпоративная. Вот как будто вот собрались вот те самые любители презентации в Powerpoint. И они сидят за столом, натужно улыбаются и рассказывают, как им очень интересно вот следующее дополнение для World of Warcraft. При этом неуместно хихикая при этом. Мы, да, смотрели вот как они презентуют Diablo 4, как они презентуют дополнение для World of Warcraft. Это было, ну, странно наблюдать, потому что все, потерялся визуальный контакт со зрителем. Они не говорили с нами, они говорили друг с другом. И так продолжалось, и продолжалось, и продолжалось. Потом внезапно Blizzard получила какую-то оздоровительную звездюлину, вернулась к корням и выпустила ролик, в котором красивая девушка сидит напротив камеры и просто тебе, как зрителю, рассказывает о новом герое Diablo 4. И это упоительно, это восхитительно, это мы принимаем. Что произошло, черт его знает. А, Ибарра, Ибарра вот этот вот, Майк Ибарра ушел, вот после него что-то хорошее начало происходить. Майкрософт еще по активным слухам разогнала отдел по разнообразию и всему такому. И внезапно Blizzard очнулась. Слушай, может Крис Мэтсон там начал бегать и орать своим вот этим басом. Что вы там, оптимисты, я вам сейчас устрою. И внезапно пробудился дух старый близок. Что дальше? Но Миркосби заново откроет. Маккри заново переименует. Да, 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 да. Маккри вернут его старые. Верните Джесси Маккри, блин, в овервоч. Вернут Джесси Маккри, вернут Беларопер. Как новый герой зовут, я не помню, реально. Кэссиди, по-моему. Следующая новость. Сотрудники Бетезда создали профсоюз One BGS. Что-то напоминает какую-то корейскую популярную группу. Там еще сотрудники Blizzard организовали профсоюз на 500 человек. И сотрудники, да, Бетезда организовали профсоюз человек на 200. И Майкрософт такая, господи, куда мы вляпались? Это игровая индустрия, везде какие-то профсоюзы. Хорошо, посмотрим, посмотрим, как это повлияет на качество работы этих компаний. Надеемся, что разработчикам станет работать лучше и комфортнее. Почему бы... Еще комфортнее? Еще комфортнее? Они и так, по-моему, особо не напрягались. Особенно это заметно по старшему. Ну, судя по результатам их работы, да, они не то чтобы особо напрягаются. Ну, может быть, вот эти вот изменения, которые сейчас Blizzard нам демонстрирует, хорошо. Может, начнут старательнее работать над, не знаю, там, Тест-6? Ну, может... Fallout 5? Возможно, им будет проще донести свое мнение до руководства. Я хочу верить, что эти изменения позитивно повлияют на Blizzard и Bethesda. Если эти изменения повлияют на Blizzard и Bethesda негативно, Microsoft всегда их может закрыть нахрен. Я не думаю, что здесь профсоюзы как-то помогут. Пылесборник пришел. Ну, Магдат. Лайка-сборник, ладно. Назовем его так. Лайка-сборник. Так, ладно, продолжаем. Ну, Маркус. Угу. Ну, допустим. Ну, допустим. Поехали. Здесь теплее, наверное. Ладно, продолжаем. Консоли Xbox Series на рынке почти 4 года, а путаница до сих пор продолжается. Microsoft совершила ошибку. А дело в чем? А дело в том, что да, Xbox Series вышла в 2020 году, но с тех пор у людей до сих пор возникают непонятки с неймингом. Дело в том, что есть как бы название Xbox, есть вот эти вот аббревиатурки X и S, такие же, как у предыдущего поколения. Просто предыдущее поколение консолей называлось Xbox One S и X. А люди, которые, ну скажем так, не в теме игровой индустрии, которые просто приходят в магазин, чтобы купить что-то более-менее актуальное. Приходят, покупают, например, Xbox One S, дарят это сыночку родному вместе с диском какой-нибудь популярной игры. И внезапно оказывается, что это популярная игра, на этой консоли не запускаются. Люди начинают жаловаться, мол, что такое, блин. А внезапно оказывается, что нужно углубляться, разбираться. Оказывается, что есть разные консоли разных поколений, где-то подходит, где-то не подходит. И люди на Амазоне пишут, это не обзор самой игры, так как мы не смогли в нее поиграть. Xbox One S или X, это не то же самое. Оказывается, что Xbox Series S или X. Мы купили игру, выбрав версию S. Но, как оказалось, нашего исследования оказалось недостаточно. Это наша ошибка, но какая кошмарная система наименований. Трудно найти информацию о модели. Другой пользователь подтверждает, у меня есть Xbox One X. Я провел небольшое исследование и прочитал, что X и S и One могут использовать игры для Series X. Но игра не запускается. Консульт говорит, что она несовместима. В магазине сказали, что вернуть деньги нельзя, так как она считается использованной после вскрытия упаковки, использованной и работоспособной. Я так долго ждал эту игру. А теперь обнаружил, что потратил 75 долларов на то, во что не смогу поиграть. В общем, люди продолжают жаловаться. А как будет называться следующий Xbox, черт его знает, кстати, будет ли следующий Xbox. Playbox. Playbox. Station X. Вот у Sony самое нормальное наименование. На мой взгляд, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Ошибиться, блин, невозможно. У Nintendo тоже все. При этом коробочки подписываются. Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Nintendo Switch. Причем презентация Nintendo Wii U была настолько гениальной, что многие люди далеко не сразу поняли, что Reggie Fizeme вот этот планшет показывал. Это отдельная консоль, а не приблуда для Wii. Но при этом, купив диск для Wii U, ты его никак не сможешь запихнуть в Nintendo Switch, потому что там вообще совершенно разные устройства. При этом еще цветовая идентификация, разные цвета. Wii U, напомню, имел голубую символику, а Nintendo Switch имеет красную символику. Интересно, Switch 2 какую символику будет иметь. Какой, кстати, Nintendo Switch? Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED? Они все одинаковые картриджи потребляют, так что здесь не запутаться. Еще одна интересная новость. Сериал Halo закрыли после двух сезонов. Кто бы мог догадаться? Точнее, компания Paramount сказала, что больше эту хрень транслировать не собирается. И создатели сериала попытаются найти другую компанию, которая будет готова инвестировать в веселое приключение Чифа и его писюняшки. Следующая новость. Европейскому отделению Xbox приходится бороться за каждую копейку маркетингового бюджета. Корпорация Microsoft. Корпорация, капитализация которой оценивается за 3 триллиона долларов. Корпорация, которая разбрасывается деньгами направо и налево. За 70 миллиардов они недавно купили Activision Blizzard. А оказывается, у них нет денег. У них нет денег на рекламу своей продукции в регионе EMEA. Это Европа, Ближний Восток и Африка. Глава маркетингового отдела Xbox в этом регионе, Майкл Флетт, говорит, они PlayStation воротят бюджетами, о которых мы можем только мечтать. Но это совершенно нормально. Мы используем, я бы так сказал, более ответственный подход к финансовым инвестициям. Нам не повезло с бюджетом, поэтому нам приходится быть весьма разборчивыми и самоотверженно бороться за средства, которые могут идти куда-то еще. Добавил он. Виля, дай денег. Кстати, что там с рекламой Индианы Джонса? Когда он выйдет? А выйдет ли он в 24-м году? Ведь Сталкер перенесли. Все, как бы ноябрь уже занят. Что? Компания Майкрософт собирается в ноябре выпускать и Ваут Индиану Джонсу? Что это за праздник такой? Еще там в ноябре Майкрософт выпускает Microsoft Flight Simulator 2024, так что все нормально. Все будет хорошо. Выйдут все, но это не точно. А в это время у компании Sony большие проблемы с их будущим героическим шутером под названием Concorde. Мы про него много раз говорили. Да, там состоялась закрытая бета, открытая бета в Стиме. Никто не пришел. Точнее, там, когда была закрытая бета для тех людей, которые купили игру, там был пиковый онлайн тысяча человек. Когда была открытая бета, там едва насобирали две с половиной тысячи человек. И то эта аудитория быстро-быстро уходила. То есть люди даже бесплатно не спешили знакомиться с игрой от богоподобной корпорации Sony. Но приключения продолжаются. Создатель году Фор... Настоящего для PlayStation 2. Это Дэвид Яффи. Считает дизайн персонажей Concorde ужасным. Ну и он отметил, дело в том, что он, да, он уже не совсем разработчик, он уже больше блогер и стример. И вот он... Душный дед. Душный дед. В первую очередь. Да, и вот душный дед говорит следующее. Ненавижу дизайн персонажей в этой игре. Это катастрофа. Они выглядят так, как будто кто-то нажал кнопку с рандомом в программе создания персонажей. Да, с ним согласны наконец-то все пользователи. Дизайн персонажей Concorde просто чудовищны. И на это уже начинают обращать внимание люди из индустрии. Но есть и хорошие новости. В Concorde не будет боевого пропуска. Разработчики отметили, что как бы вы владеете игрой, а не она вами. Ага, я помню, когда запускали Overwatch, нам тоже говорили, ребята, вот все, вы один раз купите игру, и дальше мы ее будем просто развивать. А зачем Concorde боевой пропуск, объясни? Очевидно же, что игра проживет, ну, недельку, ну, две, ну, месяц. Я говорю, здесь как бы есть два пути. С одной стороны, Concorde нафиг никому окажется неинтересен, и, соответственно, игра провалится на релизе. Большой привет всем, кто ее купил. Вот я ее купил за 60 долларов, чтобы получить возможность на три дня раньше поиграть. Я ж не знал, что это настолько кал. Вот, но тем не менее, верхний интернет, по крайней мере, англоязычный говорит, что игра хорошая. Там надо только привыкнуть, надо вот влиться, надо вот еще 10 часов, и она раскроется. Нет, ну, просто неприятно в нее играть. Я потратил эти деньги, блин, это моя вина. Ну, к сожалению, когда мы начнем ее стримить, вряд ли кто-то придет на этот стрим, для того, чтобы посмотреть, потому что и так всем все с этой игрой понятно. Но другой путь есть еще. Они придут с надеждой, что там появится свой этот Нараян. Да, но есть еще другой путь, путь Overwatch, когда игра внезапно выстреливает, поддерживается на протяжении нескольких лет, потом выходит Overwatch 2, который отличается от оригинала плюс-минус ничем, кроме боевого пропуска и магазинчика со шкурками. Все, лутбоксы, лутбоксы токсичны, мы к ним никогда не вернемся. Мы придумали для вас новую систему монетизации. Теперь только так вы будете получать новых героев. Или за деньги, или путем вот прохождения этого боевого пропуска в игру как на работу. А следующая новость показательная. Дело в том, что в этом году выходит еще один героический шутер, на этот раз от китайцев, от NetEase. Называться он будет Marvel Rivals. И да, на днях прошла закрытая бета Marvel Rivals. В стиме люди пришли посмотреть, их было 50 тысяч человек в пике. Закрытая бета 50 тысяч человек. Для понимания суточную онлайн Overwatch 2 сейчас это где-то 44, 43, 45 тысяч. То есть люди заинтересованы в проекте Marvel Rivals. Да, он выглядит местами как бесстыжая калька Overwatch. Да, каратель там подозрительно похож на персонажа из вселенной Gears of War. Но, тем не менее, люди в этом проекте заинтересованы. И шансы поиметь аудиторию у Marvel Rivals вполне себе есть. Чего нельзя сказать про Concorde, которая находится на 788 месте по количеству добавлений в список ожидаемого в стиме. Увы. Еще одна новость. Вера в потенциал Concorde. Sony представила лимитированный геймпад в стиле раскритикованного шутера. И пользователи предложили Sony засунуть себе этот геймпад известно куда так глубоко, чтобы Sony этим геймпадом нахрен задохнулась. Следующая новость. Concorde продвигают с помощью анимационной короткометражки. Там мультик такой появился небольшенький на 3 минуты. Я его посмотрел. Бескусный, пустой, как, в общем-то, и весь Concorde. Но мало просмотров и много дизлайков. Люди уже недолюбливают. Мягко говоря, этот самый Concorde. Любая новость, любой трейлер сопровождаются сразу язвительными комментариями и, естественно, дизлайками. Прямо как наш обзор Zenly Zone Zero. Большой привет фанатам этой донатной помойки. Порвался. Порвался. Мне жаль. Еще одна новость на этот раз от компании Sony. В Steam добавили страницу приложения для PlayStation VR 2. И, кстати, это приложение пока, по крайней мере, да, нигде нет упоминания о необходимости привязки к PSN. То есть это приложение вполне вероятно, когда оно зарелизится. То есть когда вы сможете использовать PlayStation VR 2 на ПК для того, чтобы играть в игры VR. Я надеюсь, можно будет играть людям из 180 стран, не подключенных к PSN. Ну иначе это какой-то уже окончательный бред. Устройство есть, но пользоваться им ты не можешь. Почему? Потому что PSN. Ну и все. Так я не хочу играть в игры от Sony. Я хочу играть просто в VR игры. Не-не-не. PSN. Сначала PSN, потом все остальное. Я нихрена не удивлюсь, если PSVR на ПК потребует PSN. Вообще не удивлюсь. А в это время новость. Helldivers 2 умирает благодаря Sony. Одновременное количество игроков опустилось ниже 10 тысяч. Это, если что, минимальный показатель. Пиковый онлайн где-то около 20 тысяч. Но аудитория продолжает уходить из Helldivers. Но уже 6 августа для Helldivers 2 выйдет супермасштабное обновление. С новой сложностью, противниками, тоннами контента. И посмотрим, как это обновление повлияет на пиковый онлайн проект. Если этот показатель начнет бурно расти, хорошо поздравляем разработчиков. Еще одна новость приятная, несомненно, для людей, у которых есть PlayStation 5. Еще больше донатных помоек. Конкурент Genshin Impact выйдет на PlayStation 5. Авторы Wuthering Waves разрабатывают порт для консоли Sony. А это конкретно клон Genshin Impact. Так что, ну, окей. Платформа для того, чтобы играть в мобильные игры. Вот к чему мы пришли. Кстати, напомню, что на последней презентации State of Play нам показывали несколько игр, которые разрабатываются в первую очередь для смартфонов. А потом уже для PlayStation. При этом люди не заметили подвоха. Ну, нормальный графон, вроде нормальный геймплей. Ну, а если нормально, так что бухтеть? Все хорошо. Донатить можно. Донатить можно. Естественно, лутбоксы прилагаются. Надо жить в правильных странах, а не в тех, где нет PSN. И еще одна прикольная новость. PlayStation 5 и военно-морской флот Кореи. Необычный ход со стороны Sony. Компания Sony решила провести, ну, крутую пиар-акцию. Она задарила корейским военным 50 консолей PlayStation вместе с FIFA. Ну, в смысле, с футболом. 24 корейцы будут играть в футбол. Отличная тема. Отличная тема. We are in army now, так сказать. Абсолютно. А чем ты занимался в армии? Фифу играл? На корабле. Гоу! Да. Следующие новости. Раз уж мы косвенно подошли к железу. Ну, про железо, естественно. Есть еще один шлем, так сказать, виртуально дополненной реальности, который выпустила корпорация Apple в этом году. Apple Vision Pro. Хайпа было много. Люди ходили, баловались, создавали мемы. Но в итоге многие из них поняли, что это не о чемная приблуда. Лишний геморрой. Скажи мягко, да? Только на голове. Хватит, блин. То есть это то самое устройство, которое ты запускаешь, немножко так возишься в нем, а потом внезапно осознаешь, что оно нафиг тебе не нужно. И, к сожалению, еще одна грустная новость для Тима Кука. Apple Vision Pro плохо продается в Китае. Покупатели массово возвращают шлемы виртуальной реальности. Возвраты достигают чуть ли не 50%. Знаешь, кстати, что говорят китайские обладатели шлема Apple Vision Pro? Купил себе геморрой на свою голову. Так, следующие новости конкретно про компанию Intel. Имиджевая катастрофа. Intel признала производственные ошибки в некоторых своих процессорах. Дело в том, что Intel оказалась в неприятной ситуации, связанной с топовыми процессорами 13 и 14 поколений. Люди начали жаловаться, работают процессоры плохо, там какие-то проблемы, что-то там вылетает, зависает и так далее. И некоторые специалисты выяснили, что проблемы могут быть связаны с материнскими платами. В частности, матплатами Asus, которые выпускаются, и в которых эти процессоры работают, так сказать, очень-очень на высоких показателях, что и приводит к проблемам. И надо выставлять показатели по умолчанию. Комментарий Intel. На основе детального анализа настольных процессоров Intel Core 13 и 14 поколения, возвращенных нам из-за проблем с нестабильностью, мы определили, что повышенное рабочее напряжение вызывает проблемы с нестабильностью в некоторых настольных процессорах 13 и 14 поколений. Наш анализ возвращенных процессоров подтверждает, что повышенное рабочее напряжение вызвано алгоритмом микрокода, который вызывает некорректные запросы напряжения к процессору. Но специалисты портала GamerNexus заявили, что проблема не только в этом. И Intel впоследствии признала и эту проблему. А проблема там такая, что хочется уже навсегда отказаться от Intel и переключиться на родную Рязань. Так вот, имиджевая катастрофа. Intel признала производственные ошибки в некоторых процессорах. Анонимный источник GamerNexus заявил следующее. Когда вы отключаете Turbo Boost, вы обеспечиваете стабильность, но только до тех пор, пока окисление загрязнения процессора не приведет к выходу процессора из строя. У нас есть сообщение о том, что некоторые процессоры даже не могут пройти через фазу загрузки, потому что окисление загрязнения на чипе настолько велико. Intel заявила. Мы можем подтвердить, что производственная проблема, связанная с окислением, затронула определенную серию ранних процессоров Intel Core 13 поколения. Мы решили эту проблему с помощью производственных улучшений в 2023 году. Мы также изучаем сообщения о нестабильной работе процессоров Intel Core для ПК 13 поколения, и проведенный анализ показывает, что лишь небольшое количество сообщений о нестабильной работе может быть связано с этой производственной проблемой. Акции Intel в это время падают. Следующая новость. Intel в огне. Разработчики призывают отказываться от использования синих процессоров 13 и 14 поколений. Дилан Браун, занимающий должность супервайзера Unreal Engine в студии Model Farm, сообщил в социальной сети X, что каждый второй процессор Intel Core i9 14 и 13 поколений выходит из строя. Он утверждает, что в компании предприняли все возможные попытки для устранения неполадок и предприняли все меры, рекомендованные Intel, но это не помогает. Снижение мощности, настройка и замена материнских плат не дает никакого результата, однако в компании еще не тестировали обновление BIOS. Студия переходит на новые чипы Ryzen, поскольку производственным средам необходима стабильность. Браун призвал и других задуматься о переходе в красный лагерь, отметив производительность новых моделей от AMD. Разработчик MOP Path of Titans и студии Alderun Games также сообщил о массовых проблемах с продукцией Intel. По их словам, они получают тысячи отчетов о сбоях со стороны пользователей игры, которые используют процессоры Intel 13 и 14 поколений. Кроме того, отказ процессоров Intel приводит к нестабильности серверов Path of Titans, а внутренняя команда разработки рапортует о сбоях, приводящих к повреждениям SSD и оперативной памяти. В общем, дорогие друзья, ну, пока, по крайней мере, есть такая вот информация. Если вы хотите обновить свой компьютер, то вы, наверное, уже знаете, на основе какого процессора вы будете делать это обновление. Но есть нюанс. Есть нюанс. Запуск процессоров серии Ryzen 9000 перенесли из-за неисправностей. Изначально запуск новых процессоров планировали 31 июля, но теперь Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X поступят в продажу 8 августа, а модели 9900X и 9950X только 15 августа. AMD уверяет, что подобная задержка вызвана. Ну, там, проблемами надо брак отсеять, мы хотим представить максимально стабильные чипы, чтобы все они хорошо работали, но скептики уже начали говорить о том, что, возможно, и у новых процессоров AMD. Все не слава богу. Я слышал, что обзоры этих новых процессоров появятся только за день до их поступления в продажу, что тоже не очень хороший знак. В общем, блин, куда податься? Что с производством процессоров не так? Что за окисление? Что за загрязнение? TSMC? Одумайся! Одумайся, блин. Новый процессор-то нужен, кстати. У меня старый. Что, AMD брать, походу, придется? Второй, кстати, за долгое время. И еще одна прикольная новость. Энтузиаст назвал видеокарты серии GeForce RTX 40 бомбами замедленного действия из-за плохой термопасты, которая используется. А что, это покупка этих ваших компуктеров, это такая лотерея. Берите Xbox, как сказал бы Фил Спенс. Да, дорогие друзья, так что будьте осторожны. Смотрите на вендоров, смотрите за скандалами, подписывайтесь на сайт ixbt.com, который рассказывает вам о железных, в первую очередь, новостях. У них есть тоже телега, у них есть тоже там ВК, так что добро пожаловать. И плюс есть огромный сайт, куда тоже не лишний иногда загляд. Знаешь, почему, кстати, никто не сообщает о проблемах с консолями Xbox? Потому что их никто не покупает. Да, да, да. Следующие новости касаются уже игр. Hunt Showdown скоро переродится. Трейлер Hunt Showdown 1896, новой версии шутера на движке CryEngine 5.11. Все, уже совсем скоро. 15 августа выйдет обновленная версия одного из лучших, ну я не скажу клонов Escape from Tarkov, но это тоже экстракшн-шутер, который создан в невероятно крутом сеттинге. Это вам и вестерн, это и зомби, это всякая мистика. И плюс к этому прекрасное графическое исполнение и великолепнейший саунд-дизайн. Один из лучших, в принципе, который есть в мультиплеерных проектах. Никита Буянов, пожалуйста, обратите внимание на Хан Шудан. Вот такой вот звук должен быть в нормальных шутерах, пожалуйста. Следующая новость. Shadow of the Dempt Halo Remastered выйдет в октябре. Ну, 31 октября, если быть точным аккуратно, на Хэллоуин мы приобщимся к обновленной версии великого комедийного хоррора. Мрачный соуслайк. Следующая новость. Мрачный соуслайк. Боевик Фантом Блэйдиру не разочарует. Разработчики бросили вызов From Software. Не то, чтобы бросили там, не то, чтобы открытый мир, там такой вот полуоткрытый, типа нелинейные локации. Противники не возрождаются после смерти, обещают несколько уровней сложности, ну, чтобы все могли поиграть. Ну, проект смотрится более чем перспективно. Дождемся релиза. Да, разработчики хотят, чтобы даже Виталий насладился боем, сюжетом и игровым миром без раздражающих препятствий. Спасибо вам, дорогие разработчики. Большое спасибо. Следующая новость. Skull & Bones наконец-то выйдет в Steam. Страница игры появилась в сервисе Valve. Посмотрим на Pico Online. Кому это будет нужно? Да, насладиться калом и клоунами пользователи Steam смогут уже в августе этого года. Тогда же в августе появится в Steam и проект Prince of Persia The Lost Clown. А следующая новость посвящается одной из лучших игр 24-го года, которая появилась в раннем доступе в удручающем техническом состоянии. Это игра No Rest for the Wicked от создателей Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. В общем, эта игра великолепна, нам невероятно понравилась. Это такой Souls-like с видом сверху, с невероятным арт-дизайном и очень интригующим подходом. Ну, разработчики обещают, что вот мы будем развивать. И вот они выпустили супер-мега-крутое обновление, которое решило в первую очередь все технические проблемы. Более того, теперь игра официально сертифицирована под Steam Deck, то есть запускается нормально, идет на Steam Deck. То есть все, ребята, если у вас были какие-то тормоза на RTX 4090, блин, на релизе, да, то сейчас о них можно забыть. Кроме того, они добавили режим рогалика, добавили кучу контента, открыли новые локации. В общем, сейчас вы можете наконец-то нормально пойти в No Rest for the Weeknd, если вы когда-то там ее запустили, вам не очень понравилось. Вот сейчас уже более-менее доведенная до ума версия. Но понятно, что это ранняя версия и до финала еще очень и очень далеко. Возможно, игра выйдет в 25-м году, возможно, даже в 26-м. Напомню, что Baldur's Gate в раннем доступе, третий, был сколько? Три или четыре года. Долго очень они варили этот проект в раннем доступе, еще потом после релиза полгода дорабатывали третий акт в частности. А здесь игра тоже очень масштабная. Следующая новость для любителей хардкорных выживалок. Спустя почти 11 лет Seven Days to Die покинула ранний доступ. Владельцам консольных версий предложили купить игру снова. Ну, 11 лет разрабатывалась эта игра. Примерно столько, кстати, концепт раннего доступа в Стиме и существует. Наконец-то версия 1.0. Игра обновила свой пиковый онлайн, игра людям нравится, люди в экстазе. Мы, наверное, на эту игру тоже внимательно посмотрим, потому что это, ну, как нам говорят, по крайней мере, эталонный выживач, правда, со всратой графикой. Ну, слушай, игре 11 лет. Имей совесть. И насчет, кстати, совести. Компания Electronic Arts отчаянно пытается делать вид, что у нее, ну, и у студии BioWare есть совесть. Во-первых, Dragon Age The Vale Guard адаптировали под Steam Deck, то есть, есть все основания полагать, что у проекта все будет хорошо с оптимизацией. даже на Nintendo Switch вроде хотят ее портировать. то есть, с оптимизацией все будет неплохо. А с графикой? А с графикой все будет фиолетово и радужно. Ну, вы поняли. В общем, графика будет. Кроме того, Dragon Age 4 не потребует лаунчера Electronic Arts, если вы купите игру в Steam. Тоже правильное решение. Еще бы эти правильные решения распространялись на сценарии, персонажей. Посмотрим, посмотрим. Пока ты просто неправильно оцениваешь игру. Это все проблемы промо-материалов. Потом вот игра раскроется. Дайте немного времени. Так что, друзья, подписывайтесь на этот канал, если не хотите пропустить наш огненный стрим. Следующая новость, да, по поводу Electronic Arts. Мы вас услышали. Electronic Arts решил отказаться от идеи продавать боевой пропуск в Apex Legends только за реальные деньги. Ну, когда пользовательский рейтинг игры в Steam уже опустился где-то там до 70% положительных отзывов, когда начал проседать пиковый онлайн, когда люди начали активно говорить Electronic Arts, что, а помните, вы как-то были худшей компанией Америки. Можем повторить ядрёно. Electronic Arts сказала воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мы поняли. Просто компания Electronic Arts решила принять участие в аттракционе дурацких решений, но быстро поняла, что этого делать не надо. И, кстати, аккурат в этот период появилась другая очень интересная новость. Новость. Издатель GTA признал силу бомбардировки обзорами. Take-Two подтвердила, что из-за недовольных геймеров можно потерять прибыль. Глава Take-Two Штраус Зельник сказал, что, ну, вы знаете, вообще-то, вот эти негативные обзоры, вот эти скандалы, они плохо влияют на пиар-игр, они плохо влияют на обстановку вокруг продуктов, что приводит к падению финансовых показателей и, соответственно, не очень нравится инвесторам. Эта новость на самом деле очень и очень важна. Потому что бытует мнение, что, дескать, ярость геймеров и какое-то недовольство это что-то такое, да, локальное, дескать, токсичные отбросы. Да, дескать, собаки лают, а известные блогеры продолжают ролики записывать, мы все умрем до завтра. Ну, то есть, ну, никакого эффекта. Ну, нет, эффект есть. Это может привести к потере доходов, к тому, что надо вкладывать дополнительные деньги в рекламную кампанию, и, естественно, различным издателям все это не нравится. И, как мы можем заметить по результатам вот этого аттракционно неслыханной тупости, крупные западные компании, ну, и не только западные, хотя, британская компания, а дальше создатели Escape Frontaco, Battle State Games, это британская компания, да, так что западные компании, крупные, как Electronic Arts или не очень, как Battle State Games, охотно включают заднюю, когда видят, что конкретно накосячили. Поэтому игрокам не стоит молчать. Надо использовать все возможности, чтобы твое недовольство, чтобы твое негативное мнение дошло до издатель. Великая Октябрьская революция все время уже показала, к чему приводят подобные волнения, как бы Аврора еще не вошла, какая там речка рядом с офисом их находится, чтобы как следует бомбануть, чтобы привести в чувство зажравшихся капиталистов. В принципе этот год я считаю является показательным в вопросе ярости геймеров и в вопросе того, как эта ярость влияет на кампании. Мы вот тут недавно обсуждали, как в общем-то ярость и недовольство геймеров привела к тому, что вскрылась подноготная касательно секретных документов, по которым делали Assassin's Creed Shadows и Ubisoft напрудила аж 4 страницы письма с извинением. Еще одна новость хотите сыграть в GTA 6 до релиза это вам дорого обойдется здесь уже предупреждают аналитики которые говорят понятно что до выхода GTA 6 одна из самых ожидаемых игр в принципе да с огромной фан-базой GTA 5 невероятно успешный проект одна из самых продаваемых игр в истории если не самая продаваемая игра по доходам так наверное точно естественно будет очень много всяких мошеннических схем когда он будет обещать у меня есть старый билд GTA 6 он работоспособный можно уже пройти от начала до конца ссылочка вот здесь они говорят не ведитесь потому что вот когда была вот эта супер-мега-глобальная утечка GTA 6 таким образом распространялись в первую очередь не данные из этой игры а к сожалению всякие вирусы которые потом похищали информацию и приводили компьютеры в негодность поэтому будьте бдительны если у вас вот вам так уж прям хочется ну потерпите немного всего Готик остался если какой-то мутный дядя на развале с дисками вам будет продавать ДВДшник где будет написано GTA 6 только версия 1.0 полностью на русском языке не ведитесь мне как-то так по-моему Готику 2 продали но Готику 2 это была Готика 1 но мне продали диск там было написано Готика 2 я призвожу домой запускаю это Готика 1 что за хрень какая боль какая боль да было обидно в общем будьте бдительны там еще бывший сотрудник Rockstar отметил что мол ожидания вокруг GTA 6 слишком завышены и неплохо было бы их охладить мол не будет там каких-то местами скачков успокойтесь подождите GTA 6 точнее компания в GTA 6 это я уже шучу если что будет банальной подводкой GTA Online потому что это теперь база GTA поэтому успокойтесь не будет вам революции люди обнравится GTA Online люди хотят в нее играть люди в нее в общем-то играют это ты какой-то старый скуф почему-то не любишь мультиплеер а люди развлекаются в GTA Online все для них вот это вот самая соблазнительная самая вкусная сюжетная компания нафиг она кому-то надо все сюжетные одиночные игры мало кому интересны в этой индустрии я в общем-то а старые скуфы знаешь что только могут делать пердеть блин да-да-да я по крайней мере могу это делать без болезненных ощущений следующая новость забастовка актеров затронет GTA 6 отложит ли Rockstar релиз на 26-й год дело в том что организация актеров озвучки объявила о забастовке и о том что прекращает сотрудничество со многими игровыми компаниями причины банальные использование этими игровыми компаниями искусственного интеллекта для озвучки и невысокие заработные платы актерам озвучки организация требует чтобы актерам озвучки платили больше и оплаты индексировались согласно инфляции и в целом росту затрат на эти проекты ну и требует тщательно проработать все вещи связанные с использованием искусственного интеллекта то есть чтобы была юридическая база мол там актер озвучил возможно подписал какое-то соглашение что его голос может быть использован для генерирования дополнительных фраз ну чтобы актера например постоянно не дергать на доозвучку пары слов а потом актер может узнать что с помощью его голоса начали вообще все озвучивать то есть здесь такой вот элемент защиты я в принципе вот эту вот организацию логику этой организации понимаю и да будет интересно посмотреть как крупная компания из этого будут выкручиваться будут ли переносы может быть издатели в нынешних реалиях когда у них и так мало денег начнут противостояние с актерами озвучки начнут говорить у нас есть и крутой и профессиональные программисты а если что мы позовем одну русскую актрису озвучки она нам озвучит абсолютно все маленькое пожелание актерам озвучки испейте воды байкальской и охладите траханье ну это если что прекрасная озвучка русы против ящеров искусственным интеллектом который постоянно не попадает в ударение следующая новость разработчик считает что студиям нужно больше верить свои игры сервисы в данном случае это разработчик из диджитал экстрим с которой известна игрой варфрейм которая развивается уже более десяти лет у которой все хорошо которые выпускаются постоянные обновления публика в восторге люди любят эту игру постоянно в нее возвращаются вроде бы все хорошо ну и он такой выходит на понтах говорит ребята вот эти вот квадрупулей проекты которые вы забрасываете не надо так делать игра выходит проваливается на релизе не надо так делать надо вести надо спасать ее когда нибудь что нибудь получится даже из отряда самоубийц там недавно кстати шикарное дополнение вышло с миссис фрис которая лесная банка с такими модными костюмами что вы начнете фонтанировать радугу из всех щелей или скаленбонс вот который появится наконец-то в нормальном сервисе с тим и наконец-то добьется хоть какой-то популярности это конечно шутливые примеры с нашей стороны но тут прикол в чем тогда же на прошлой неделе компания диджитал экстримс представила свой новый проект под названием солфрейм тоже мо-боевик такой и навалило 17 минут отборнейшей кринжатиной да люди на это посмотрели наставили кучу дизлайков никто не одобрил ну может быть кому-то это понравилось но это такой странный клон Элден Ринга на который просто невозможно смотреть равнодушно правда это равнодушие не подкрепляется какими-то восторженными комментариями тут скорее антихайп создается анимация чудовищная арт-дизайн странный некрасивый он просто странный а мыло вот это да странная графика опять же то есть люди посмотрели на это и сказали алло вы что представили ладно вы там 10 лет назад вот показывали нам варфрейм тогда вот это было все хорошо игра отлично развивается вы постоянно наваливаете кучу контента нам это вот нравится но сейчас 24 год и вы в 24 году показываете вот это вот настолько кривой проект тем более что компания диджитал экстримс вроде ну не бедствует вроде какие-то деньги есть можно у боже мой не студентов уже нанимать для создания контента ну а здесь буквально ты смотришь вы еще 17 минут блин показали не трейлер вы еще показали ну навалили по полной диджитал экстримс сказали что будет развивать этот проект улучшать что компании очень важны отзывы игроков мы вас слышим и так далее ну мы посмотрим за будущим soul flame может же произойти так что игра выйдет провалится и все и не будет больше привлекать аудиторию и при попытке поразмыслить как можно все таки этот проект возродить разработчики снова и снова будут получать ровно один ответ никак и вот тогда будем посмотреть как они все таки этот проект реанимируют или отправят на свалку историй как сделала Electronic Arts например с проектом Anthem который тоже пытались перезапускать обещали нам Anthem 2.0 разработчики там вернулись к проработке самых базовых идей на уровне концепта а потом вышли и сказали не смогла я не смогла я напомню что когда-то Digital Extremes продвигала игру под названием Wayfinder такой фэнтезийный варфрейм они в итоге от него отказались они не стали его вести куда-то они отправили разработчиков в свободное плавание и те были вынуждены выпустить игру в Стиме уже там типа за деньги типа все ребят кооператив хоть кто-нибудь нафиг это оказалось никому не нужным то есть вот эти вот яркие слова на фоне своего успешного проекта конечно можно делать но посмотрим как Digital Extremes себя будет вести в случае с новым своим проектом да хорошо быть хорошим когда у тебя проект хорошо себя чувствует а когда чувствует плохо ну иногда проще действительно этот проект прибить следующая новость Стим Стим революционизирует раздел демоверсии ну дело в том что раньше демоверсия была на страничке с игрой да ее можно было скачать и сразу играть сейчас Габен подумал так но ведь демоверсия это же как вот это вот это же как ранний доступ это же вот как отдельная игра поэтому теперь у демоверсии будет отдельная страница ее можно добавлять в свой аккаунт но без скачивания кроме этого можно будет оставлять комментарии можно будет там общаться с разработчиками и все такое дело отличное решение мне понравилось то есть выходит демоверсия стиме под нее отдельная страница пожалуйста можно обсуждать и наверное даже оценки ставить отличное дополнение если можно будет ставить оценки прямо на странице демоверсии да это действительно классное дополнение потому что пользовательские обзоры это очень удобный и быстрый способ общения между аудиторией и разработчиками еще одна новость средний возраст создателей видеоигр растет не сложно заметить что люди стареют естественно они никуда не хотят уходить из этой видеоигровой индустрии они держатся своими маленькими ручками до конца ну и в частности самый старый коллектив разработчиков где в нинтендо и тем не менее это не мешает нинтендо создавать прекрасные творческие необычные странные игры от скуфов для скуфов вот следующая новость капком прогнулась но не до конца капком собирается увеличить число женщин иммигрантов на управляющих должностях чтобы ублажить инвесторов но есть нюанс когда на отчете перед инвесторами поднялся один человек и спросил вы представили кандидатуру женщины на должность внешнего директора однако все ваши внутренние директора это мужчины расскажите пожалуйста что вы делаете для увеличения доли женщин на управляющих должностях внутри компании на что представитель капком сказал что касается разнообразия нашего совета директоров мы выбираем кандидатов на данную должность способных управлять компанией и давать подчиненным советы принимая во внимание их навыки и характеристики в соответствии с нашей стратегией управления а также учитывая знания и опыт каждого работника ну ладно ладно вы настаиваете мы согласны сейчас капком на управляющих должностях работает где-то 13,5% женщин и капком собирается мужественно вскоре довести это значение до 15% вот так вот то есть таких вот решительных изменений не будет тем не менее в компании капком работает всего 21% женщин ай-яй-яй-яй беда-беда как же похрен ну вероятно компания капком знает что девушек геймеров не бывает естественно и делает нормальные мужские игры для мужиков с симпатичными женскими персонажами следующая новость предвыборная горячка США приводит к неожиданным последствиям следующая новость это пчелы против меда или либераху порвал а ну в принципе да что-то такое дело в том что в проект фортнайт суперпопулярную королевскую битву добавят кибертрак от компании тесла и илона нашего маска который не так давно сказал что нахрен эту калифорнию с ее налогами и всем таким я наверное в техас ехо в общем пусть в калифорнии остаются вот эти любители горбатой горы а я поеду к нормальным ковбоям и буду там делать нормальные такие мужские электрокары которые в основном покупают в калифорнии не важно давайте не будем углубляться в эту тему естественно илон маск который сейчас в общем-то симпатизирует республиканцем не особо любим среди людей которые симпатизируют демократам и после новости о появлении кибертрака в фортнайте у продюсера этого самого фортнайта случился небольшой кибертрак у продюсера фортнайта на минуточку который высказался в социальной сети икс которая принадлежит илону маску и сказал он следующее напоминание о том что голосование кошельком работает а настроение в социальных сетях является ощутимым фактором давайте все вместе навалимся на илона маска компании состоят из множества разных людей со своими уникальными мнениями я уникальный у меня необычное мнение я иду против течения три этот кибертрак выглядит чертовски глупо а генеральный директор этой компании кусок гейма да другой сотрудник эпигеймса высказал похожее мнение и предложил уничтожать кибертрак на месте здесь на самом деле смотри компания выпустила элемент элемент связанный ну с такой неоднозначной личностью сотрудники компании вышли и сказали нам эта личность не нравится мы наблюдаем пример свободы мнения пример того что мнение разработчика может не совпадать с мнением компании это круто это замечательно а вот интересно если бы какой-нибудь разработчик рокстеди сейчас бы вышел и сказал что идея с миссис фриза не очень что покупать это вообще не надо что вообще вся эта радужная тема ну портит откровенно проекты люди голосуют рублем голосуйте кстати рублем мне интересно его бы уволили до того как он это сообщение дописал или он бы все-таки успел его закончить и опубликовать но в данном случае это яркое проявление демократии в стиле халдайверс 2 да ты поддерживаешь демократию пока ты поддерживаешь правильное мнение если ты поддерживаешь неправильное мнение то забанить все и в общем ну естественно только так и получается бороться следующая новость вирус эпигеймс 100 японский конкурент халдайверс 2 самоуничтожился на запуске в сим токсичный эпигеймс 100 за считанные минуты погубил репутацию Earth Defense Force 6 какой нахрен кто это написал конкурент халдайверс 2 серия Earth Defense Force вот шестая часть вышла существует уже очень и очень давно я играл в эту серию по-моему во времена Xbox 360 кстати такая прикольная гринделка посвященная отстрелу бесчисленных полчищ гигантских насекомых всяких она всегда была некрасивой хрен с ней в нее местами ну местами хотя почему местами в нее в целом залипательно гриндить и убивать толпы противников а что ты не гриндишь потому что я в другие игры сейчас играю в какие я когда-то играл ну вот nobody wants туда и поковыряю миша ждал миша играет миша играет ждите ждете да и вот вышла шестая часть этой серии в стиме оказалось что к этой игре прилагаются сервисы Epic Games сервисы эти некорректно работают пиковый онлайн у игры начал приближаться к 20 тысячам а пользовательские обзоры начали стучаться одно потому что люди не могли толком играть и проклинали Epic Games на чем свет стоит это немного забавно на фоне новости о том что компания Epic Games заявила мол она не хочет сотрудничать с сервисами магазинами которые предлагают несправедливые условия для разработчиков ну все это в преддверии выхода EGS на мобилке ну не важно успокойтесь мы за все хорошее против всей фигни кто за все хорошее тех не проведешь классная песня кстати мне очень нравится а к песне кого это я не помню кажется и Ленинград ее поет но я только текст помню мы за все хорошее против всей ни по лугам некошеным чтобы шли они та-та-та-ра-та-та-та колосилась рожь кто за все хорошее технина не обманешь и еще одна новость в конце августа пройдет Gamescom это крупнейшая европейская выставка которую будет вести наш любимый Джефф Келли это единственный человек на всей планете который может проводить игровые шоу получается наверное именно так больше некому Open Night Live 24 мы несомненно ждем будем ретранслировать но здесь интересно другое сколько стоит показ вашего трейлера дорогие разработчики в рамках этого шоу показ 30 секундного трейлера на Gamescom 24 обойдется в 115 тысяч евро практически бесплатно кстати там будут да и бесплатные слоты для независимых разработчиков но если что-то посерьезнее то да вы не доположь солидную сумму но может быть благодаря этому наконец-то на этом шоу будет что посмотреть а то на последнем шоу Summer Game Fest Джефф Келли рассказывал что-то там про инди-разработчиков и показывал какую-то пиксельную индюшать но было невесело скучно если бы не Microsoft вообще не на что было бы посмотреть ну если бы не китайцы и нечего было бы вспоминать а как же китайцы ну и китайцы с их донатками с их мобилками это же столько донаток можно пропиарить прикинь Джефф Келли уже готов потирает ручки чтобы грести лаве лопатой хотя какая лопата тут экскаватор нужен и последняя новость дорогие друзья в этом выпуске особенно актуальна в условиях того что в Париже Олимпиада которую никто не будет смотреть там какие-то слухи о том что 270 тысяч билетов никто не купил приехали какие-то спортсмены их тут же ограбили в общем что-то веселуха будет на каких-то картонках спят атлеты ну шо это такое эти самые шведы вынуждены были бежать в Икею чтобы нормальные матрасы купить то у них хотя бы есть без клопов без клопов ладно тут мы конечно же набрасываем но самое главное киберспорт стал олимпийским видом спорта историческое решение международного олимпийского комитета все на следующих олимпийских играх обязательно будут киберкотлеты ну а по каким играм будут проводиться соревнования пока не определено но уже известно что шутеров среди этих игр не будет то есть основного по сути жанра а Виталик у меня есть совет для международного олимпийского комитета шутеров не будет скорее всего потому что там вы знаете Кровь, насилие, стрельба, это нехорошо. В Китае эту проблему решили, там PUBG Mobile же переделывали в Game for Peace. Ну да, там бескровный такой. Да, где ты не убиваешь врагов, они вот махают тебе рукой и довольные куда-то там отправляются. Можно переделать там из Counter-Strike, там Game for Peace 2, ну и так далее. Ну а вообще, да, решение отказаться от боевиков в рамках этой программы, оно максимально глупое, потому что отсекает от этой программы самые популярные проекты, начиная от Counter-Strike и заканчивая всяко разными королевскими битвами. Но при этом инсайдер говорит, что ему уже известен список игр, которые будут допущены к этим соревнованиям. Это League of Legends. Какую нахрен League of Legends? Дота, где Дота? Это iRacing, допустим. Это Rocket League, ладно. Street Fighter, хорошо. Tekken, замечательно. Это NBA 2K и FIFA, ну в смысле футболклаб от Electronic Arts. В случае, кстати, с FIFA и NBA 2K будет несколько дисциплин. Помимо стандартных матчей, там будут люди, которые будут открывать паки с карточками и демонстративно этому радоваться. Кто лучше обрадуется, тот и победил. А если без шуток, мне интересно, как МОК будет выкручиваться из темы FIFA Ultimate Team, ну и лутбоксов в NBA 2K. Потому что это азартные игры и это серьезная проблема. Вокруг этой темы хватает ожесточенных споров. Да всем уже пофиг на эту вашу Олимпиаду. Здесь больше новости по поводу лулузов из Парижа ждешь. Но на этом у нас, дорогие друзья, на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега Супер Огромаднейшую Благодарность мы высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам. А спонсорам можно стать через Boosty, спонсору, YouTube или ВК. Пользуйтесь, чем вам удобнее. Напоминаем, подписывайтесь на нас в ВК-видео, если у вас замедлился YouTube. Там вы можете смотреть наши ролики в нормальном разрешении 1080p. Ну и если хотите смотреть наши трансляции, опять же в нормальном разрешении, добро пожаловать на ВК-плейлайф или на Твич. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И пока. Ну что, я тут прочитал про интересный бизнес. Какой? Можно, в принципе, раскручивать, чего нет. Что? Денюжки, наконец-то, будем зарабатывать честным трудом. Дело, естественно, то, что мы любим. Вот, новость шикарная. 36-летний геймер зарабатывает до 4,5 миллиона рублей в месяц за прохождение видеоигр. Вы, друзья, хотите так работать? Работать, да? Проходить видеоигры и зарабатывать на этом. Оказывается, есть такая возможность. Он на стримах проходит? Смотри. Так, он делает это следующим образом. Есть люди, оказывается, вот, врачи и юристы, которые, ну, как бы, хотят там пройти что-нибудь. Вот, хотят конкретно убить моленью, например, в Элден Ринг. Но не хотят вот проходить весь этот путь до моленья. Там, что-то там колупаться, собирать оружие, прокачиваться. Они хотят конкретно дойти до моленья. И вот, есть специальная компания, которую организовал некий Марко. И этот Марк, Марко Услиновский, извините. Да, Марко Услиновский предлагает такие услуги. Мол, ребята, с вас 10 тысяч долларов. Мы пройдем до вас в путь до моленья, допустим. Ну и все. Он как, берет аккаунт чей-то? Он берет чей-то аккаунт и проходит до нужного момента. Это даже не куколдизм, это уже что-то совсем новенькое. Это нет. В данном случае это как-то сложно объяснить, когда люди готовы платить такие сумасшедшие деньги просто за то, что кто-то за тебя будет проходить твою игру, которую ты потом подхватишь. При этом вот этот человек, который проходит, может активировать чит-коды. Смотри, смотри. Марко и его сотрудники прокачивают аккаунты и проходят Elden Ring и другие игры до определенного момента, чтобы клиенты могли спокойно сесть в выходные и отправиться в путешествие с желаемой точки. То есть все, как я и описал. Организация Марко может зарабатывать за месяц от 10 до 50 тысяч долларов. Большинство клиентов из США. Ну, знаете, что Задорнов говорил про жителей США? Ну, тупые. Господи. Так, что подразумевает специфический вечерний график работы товарища Марко и его коллег. Многие в США возвращаются домой к 8 часам вечера, а в Северной Македонии, а это товарищи Северной Македонии, в этот момент 1 или 2 часа ночи. В общем, пока клиенты работают, Марко тоже работает. Проходит Elden Ring. Офигенно. Друзья, сколько бы вы заплатили за прохождение Elden Ring? Ну, чтобы за вас... Я теряюсь. Ну, то есть я теряюсь. Зачем? Типа у тебя есть аккаунт. Так ты сумасшедшие бабки платишь за это. Да, ты платишь за это деньги, чтобы типа на твоем аккаунте было зафиксировано прохождение игры. У меня нет объяснения этому. Ладно, когда ты смотришь прохождение игры, ты видишь это. То есть, окей, ты там не играешь, ты просто смотришь прохождение. Но здесь ты не смотришь. С другой стороны, все мы знаем, как делаются многие бизнесы. Ну, ты используешь слабости людей. Люди готовы. Люди внезапно готовы платить очень за многое. И в данном случае, пожалуйста, я там слышал. Есть дяденьки, которые платят тетенькам, чтобы те их оскорбляли. Прикинь? И наступали. Нет, даже по телефону. То есть, если это будь моей виртуальной, так сказать, госпожой, созвон, так сказать, и ты должна меня унижать. А потом все. Кладет трубку, все. Счастлив, довольный пошел. Деньги перечислил и пошел. Ну, есть, вот, есть, есть такие люди. Ладно. А ты бы заплатил за такую услугу? Зачем? Чтобы тебе, а, тебе и так все с этим хорошо. Я жена. Ты уже. Как и ты. Да, да, да. Нам за такое платить не надо. Ладно, погнали, что ли. Раз, два, три.